Получилось. Спасибо большое. Я только остановлюсь также на результатах исследования. Так же, как и в Казахстане, более 70% наших респондентов отметили то, что они испытывали и сталкивались со стигмой дискриминации со стороны медицинских работников. Нужно отметить, что когда более уточняли вопросы с респондентами, многие, напротив, говорили о дружелюбном отношении именно в спидцентрах, те, кто состоит на диспансерном учете в самом спидцентре, и больше как раз такие жалобы, будем говорить, сообщали наши респонденты с регионов, которые обслуживаются на первичке, как мы говорим, в поликлиниках, в ЦСМ, ГСВ и так далее. Хотела также отметить, что многие испытывают достаточно серьезные негативные чувства, эмоции, когда они узнали впервые о своем ВИЧ-статусе. И 12% респондентов говорили о том, что они не получили поддержку в самом своем ближайшем окружении. Я хочу сказать, что вот, кстати, по-моему, следующий слайд, да, если посмотреть, то у нас почти треть, у нас 90 женщин приняли участие, и треть респондентов, 31 женщина, это были мамы ВИЧ-позитивных детей. Нам, благодаря сообществу женщин и лидеру Бактыголи Сраиловой, также Эльмириану Пьязовой, нам удалось собрать женщин со всех регионов, семи регионов нашей страны. И поэтому вот мамы ВИЧ-положительных детей, они, конечно, испытывают серьезные страхи и переживания в отношении будущего своих детей. Особенно это касается и будущей семейной жизни. Хотя у нас есть примеры уже тех детей, которые уже давно не дети, которые многие из них стали мамами, да, это дети, которые были инфицированы при больничном путем, и есть дисконтантные пары, есть примеры того, что они имеют своих детей, здоровых детей, но все-таки большинство еще пока на таком этапе жизни, когда готовится к вступлению в рак, и на юге это очень актуально, да, переживание, отчаяние мам связано с тем, что за кого выдать замуж свою дочь или на ком женить, и на таких же ВИЧ-позитивных, где их найти, каким образом, их знакомить. Вот то, что с нами делились наши респонденты. Ну вот говорили, и это перекликается с презентациями Рим. Наша целевая группа только женщины, да, но они тоже говорят о том, что большой страх стать объектом сплетен. Ну культуральные такие особенности вот в наших странах, то, что все-таки элемедрить, да, что скажет народ, он очень такой серьезный фактор, да, и поэтому люди переживают, что их статус может быть, станет явным для других, и это вызовет вот такие вот, возможно, разговоры, но это же связано с тем, что они переживают относительно того, что это будут негативные реакции, да, то есть они будут отвергнуты, не приняты. Для каждого из нас важно быть значимой не принятым. И если это приведет к тому, что он будет не принят в социальном окружении, это серьезно влияет на то, что сама стигма, она остается. Но так, по поводу страха того, что приходится всю жизнь, да, принимается аэрботерапию, вы можете посмотреть, он связан еще со страхом от того, что вдруг не будет лекарств, да, то есть вот такой вот уверенности в том, что на протяжении всего времени будет доступ к лекарствам, тоже респонденты сообщили об этих переживаниях. Нужно отметить то, что вот вверху у нас такие лидеры женщины появились в ходе данного проекта, потому как у нас в группе смешались, будем говорить, те женщины, которые, ну, относительно давно знают свой статус, и они его приняли, научились с ним жить, и были те, кто вот только-только это было таким дополнительным преимуществом для более быстрого, быстрого, будем говорить, прохождения пути горевания относительно статуса, и они видели такие положительные модели позитивных наших женщин, что жизнь может быть такая полная, качественная, и в случае того, когда есть ВИЧ-инфекция. Тем не менее, если посмотреть, вот обвиняя других людей, злюсь на себя, я виню себя, это более трети тоже респондентов, и есть над чем работать, и есть куда направить наши усилия по поддержке таких женщин. Какие изменения в поведении произошли у женщин после того, как они узнали, что они ВИЧ-положительные? Ну, опять же, вот самоизоляция, это самостигма, она приводит к тому, что люди изолируют себя от социума, решают не ходить больше в поликлиники, где они столкнулись со стигмой, дискриминацией, и даже решают больше не вступать ни в какие сексуальные отношения. А где же все-таки получают и поддержку, и кому они обращаются, если посмотреть, это все-таки больше неправительственные организации, которые как раз-таки предоставляют услуги консультирования и равных, и группы взаимопомощи, и социальные психологи, вот психологи, которые работают и в спид-центрах, и психологи, которые работают на базе неправительственных организаций. Хорошо, что у нас есть почти пятая часть женщин, которые сообщили, что они получили поддержку от своих супругов, партнеров, от своих близких людей, и когда они это рассказывали, это тоже дает надежду другим женщинам о том, что это возможно, то есть люди продолжают жить, продолжают быть в таких теплых отношениях и поддерживают друг друга, но очень важно, что 22% говорили о том, что они получают поддержку от других людей, живущих с ВИЧ, вот эти группы взаимоподдержки. В ходе нашего проекта были проведены вебинары с участием в паре психолога и равной женщины, и они все отмечали большую важность работы психологов с ними, потому что это им дало возможность и пережить, проработать, будем говорить, да, про уделённые негативные чувства и принять себя. Поэтому то, что в ходе проекта образовались такие площадки, ватсап-группы, личные взаимоотношения, это тоже дает такое хорошее взаимодействие и поддержку друг друга. Так, что-то у нас с экраном, что у нас дальше. Ну, какие выводы, да, то, что, естественно, так как мы видим очень высокий процент стигмы со стороны медицинских работников, очень важно проводить такую планомерную работу именно с первичкой. Вот очень много говорим о первичке, первичной медицинской, медико-санитарной помощи уже на всех площадках, по-моему, и в связи с ВИЧ, с туберкулёзом, и в связи с тем, что сталкиваются наши женщины. Поэтому нужна такая комплексная системная работа на уровне первички. И все отмечали, что женщина, опять же, вернусь к третьим наших респондентов относительно семей затронутых ВИЧ-эпидемией, что они даже сами используют такую стигматизирующую лексику в отношении своих детей, когда они говорят, ну, наши дети же не чистые, а займистые. Надо найти таких же, чтобы они были приняты и партнёром, и чтобы родственники тоже потом никаких претензий не предъявляли. И когда мы говорили и анализировали их собственное представление о своих детей, как это транслируется, вот это вот сознание их детей, как неполноценных, и как это негативно отражается на их будущем. Так, теперь можно, да? Не знаю. В общем, какие рекомендации, конечно, что возможно в ходе нашего проекта в Кыргызстане. Все по обратной связи отмечали, что нужна такая работа с психологов, которые могут помогать преодолевать те ложные установки и взгляды, которые в них самих присутствуют. Если мы говорим про семьи затронутой ВИЧ-эпидемии, понятно, что многие, такой конструкт мира формировался на волне вот этой информационной кампании еще в конце 90-х, начало 2000-х годов, что ВИЧ — это смерть, да, ВИЧ — это чума 21 века, и что ВИЧ болеют определенные категории лиц, что они такие нехорошие, а мы хорошие. И когда это случилось в них самих, то вот это такой внутренний конфликт, который приводит к самоизоляции, самостигме и так далее. Поэтому вот месседжи информационной кампании, которые на сегодня у нас должны развиваться, и то, что с ВИЧ жить можно, что это хроническое, прогрессирующее, но медленно прогрессирующее заболевание, поэтому на это необходимо обратить внимание. И важно то, что на национальных языках должны проходить такие кампании. И если можно, вот последний слайд, двойной щелчок, если получится, надеюсь, получится, а нет, не получается, да? Ну, мы делали большую рассылку, надеемся, мы можем еще раз повторить. Ну, исследования ради исследования, нет, была разработана информационная кампания вместе с самими женщинами. Сообщения, которые были сделаны в этих коротких таких анимационных роликах, они были выработаны самими женщинами. Поэтому, пожалуйста, используйте их и распространяйте. Я думаю, что такая работа, она дает все-таки возможность женщинам принимать прежде всего себя. И когда это случится внутри, оно обязательно выйдет во внешнюю среду. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.